У Палаца Румянцевых и Паскевича у открылась выстава керамичных выработок педагогов и студентов факультета декоративно-прикладного мастерства и дизайну Гжельского государственного университета. У экспозиции представлены фарфоровые посуды и декоративная скульптура, выполненная в отметном народном стиле с первого и роспись с синего колера. Наши корреспонденты побывали на выставе. Гжель – это назва живописного региона, размещенного прикладного в 60 километрах от Москвы, и одночасово выработал народной мастерской керамики с ярким синим росписом по белым фоне. Сдавна Гжель славилась своими уникальными высокоякостными глинами и выдатными майстрами. Выстава, подрыхтованная педагогами и студентами Гжельского государственного университета, свой особливый наглядный узор спадшины народного мастерства. Во установе бирожливо заховывать традиции знакомитых агжельского промыслу и ожицевлять их трансляцию с поколения у поколения. Мы считаем, что это очень важная задача в образовании, сохранении и развитии традиции. Потому что традиции – это наши корни, это наши истоки, которые нас обогащают, которые дают прекрасные плоды. И знать традиции должен все-таки каждый человек, который любит свое отечество, свою родину, свою культуру. У другой полови 18-го ста годях гжельский миниатюрный посуд и дробная декоративная скульптура расписывались лиловой, желтой, синей и коричневой фарбами у свой особливым народным стиле. Мотивами роспису з'являлися кветки, листья и трава. В 19-м ста годях гжельские выробы стали расписываться с первого и синего колера. До речи, эта тенденция заховывается и сегодня. Сдавалось, а бы на колеровый роспис повинен зарабить выроб монотонным. Однако, дякуючи характерному синему колеру с разностаенностью его оттенни, у фарфоровый посуд и декоративная скульптура гжель отримливаются неповторными и оригинальными. Очень благодарна им, что они привезли, что мы можем посмотреть, чтобы прикоснуться к такому искусству. Ведь это старинная роспись, старинные традиции российские. И у нас завод молодой, мы, конечно же, только учимся, поэтому есть к чему поучиться. На открытии выставы был организованный майстер-класс, где специалисты гжельского державного университета показали основные приемы мазкового роспису фарфоровых выробов. Зараз майстры гжели их по раннейшему расписывают вручную. Это вельми кропотливый процесс, який потребует профессийных навыков часу, а головная любовь до этой справы. Я, например, занимаюсь гжельской росписью и на промысле работаю уже более 30 лет, потому что поступив в гжельский техникум, я выпускница нашего учебного заведения, я сразу выбрала для себя именно роспись на фарфуре, именно гжельскую роспись, я просто была в нее влюблена. Сучасное мастерство гжели складано, однако ее керамика наибольшь яркая, поэтичная и запоминальная сирот инших русских промыслов. Сегодня малюнки гжели – это сюжеты из народного життя. Катание на санках, масленица, жанровые сценки, казочные персонажи, рослинные орнаменты. Узоры неполторные, як и сами выробых жель, бокожный столовый и декоративный предмет мастер расписывая у один им экземпляры. Вероника Вороширина, Максим Савин, Игорь Марыс, Шинкотель, радиокомпания «Гомель».